На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетели. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором. Мир только начинает расхлебывать последствия остановки всего – производств, образования, торговли. Недаром бытует поговорка про то, что нужно видеть дальше собственного носа. Смотреть вперед, когда все смотрят под ноги. В то время, как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла. Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала, как все. Не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту. Действовала, в первую очередь, в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций. Сегодня понятно, что мы оказались правы. Масштабная тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня. Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, как их защитили, как распределялись там на Западе средства, как идет вакцинация, словом, как спасают и лечат людей. Именно поэтому для Запада важно показать, что нет лучших примеров, где к людям, их правам и здоровью относятся лучше, чем у них. Их позиция сегодня – отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии – это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, за заточение людей. Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!